В день обретения мощей преподобного Максима Грека, митрополит Брянский Исевский Александр совершил чин великого освящения храма Покрова Пресвятой Богородицы, деревни Погребы, Брасовского района и возглавил Божественную Литургию в Новоосвященной Церкви. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы был возведен в деревне Погребы, Брасовского района, в 2006 году. Храм строился на пожертвования селян и предпринимателей. Начинал строительство Владимир Васильевич Рыженков, ныне покойный. Храм возводился безвозмездно трудами местных строителей. Маленькая и уютная церковь небесного цвета, увенчанная крестом, видна с дороги. Храм расположен рядом с автомобильной трассой Москва-Киев. В последние два года настоятелем Покровского прихода является священник Георгий Игнатцев. Трудами священнослужителя и прихожан Дом Божий и церковная территория благоустраивается. В 2018-м была сделана отмостка к храму, а в 2019-м завершились работы по установке кованой ограды. В настоящее время здесь совершается богослужение по выходным и праздничным дням. Для меня это очень важно. Я когда-то мечтала о том, чтобы у нас был храм. Мы ходили в село, в другое деревню, в храм и мечтали о том, чтобы мы вышли и у нас где-то был рядышком храм. Моя мечта сбылась. Я очень довольна. Я уже 6 лет при храме и пою на клиросе. Поэтому я очень рада, довольна. Вы знаете, я за 6,5 лет, я не буду хвалиться. Если я не была на службах, то это где-то 4-5 служб. Я пропустила по необходимости, по большой. А так я каждую службу на своем месте. И мои ножки как ножки. Слава Богу. Для нас это большая радость. Мы приходим как к себе домой. Мы нашу церковь любим. Прямо всеми фибрами своей души. Нам все едут по трассе и говорят, ой, как красиво у вас. Как у вас красивый храм. И цветочки, видите, у нас и клумбочки, и все это здесь посажены. Все. Слава Богу. Для поселка, который сейчас в настоящее время и во все времена был самым крупным сельским поселением в Расовском районе. То есть здесь когда-то проживало более с 5,5 тысяч населения. Но сегодня, к сожалению, такая эмиграция в связи с тем, что мало градообразующих предприятий. То есть основная причина – нет работы для молодежи. А так, конечно, в поселке очень удобное географическое и геополитическое расположение жизни здесь еще теплится. По окончании литургии, обращаясь с архипастерским словом к собравшимся, Владыка Александр поздравил всех прихожан с освящением храма Покрова Божией Матери. Не забывайте о своих детях и внуках, старайтесь приводить их в храм и приобщать их к вере отеческой, родной, православной вере. Потому что Господь взыщет с нас за то, что мы не занимались воспитанием наших детей и внуков. Дети и внуки – будущее нашего Отечества и будущее нашей Святой Церкви. Еще раз сердечно всех вас поздравляю, желаю вам всем здравия и духовного, и душевного, и телесного. И пусть Господь всегда по молитвам Божьей Матери покрывает вас своим амахором, материнским, святым амахором, храня вас от всяких бед, скорбей и напастей. С праздником всем! Спасибо вам! Спасибо!